Всем привет, друзья! Продолжаем проходить игру Devil May Cry 5. И это девятая миссия, миссия под названием Genesis. Что ж, предыдущая миссия закончилась очень интересно. Нера вновь встретился с владыкой демонов, попытался уничтожить этого Уризона, но в итоге владыка демонов оказался сильнее. И если бы не демон, таинственный демон, то возможно бы Нера уже был убит. Ну, во всяком случае, по логике вещей, так должно было произойти бы. Но вмешался таинственный персонаж, в общем, и, соответственно, история на этом обрезается, и мы не знаем, что дальше там продолжалось. Ну и небольшая была вставка о Данте, о том, как он получил задание. И вот сейчас мы вновь возвращаемся к персонажу под именем Ви. Что ж, продолжим. Начать персонализацию опять же. Давайте вот я зайду на секундочку, посмотрю, что там у нас имеется. Потому что, кстати, знак стоял, может быть что-то новое добавилось. Вот именно вот тень. Посмотрим, что здесь. Так, небольшой провисончик. Ну ничего, ничего, вернулось. Игра вернулась на свои-своя. Вот. Что ж, это, наверное, энергия тени, шпага. Ну, мне кажется, это все было. Вот. Ну давайте что-нибудь, может быть, улучшим или, наверное, не будем трогать. Ёж-2. Что ж, тот случай, когда я за Вини играл, считай, мало. Вот. Поэтому его все комбо я и толком-то не знаю. Если у Нера я знал комбо, но мало как умел их использовать, хотя иногда и получалось что-то, вот. То в данном случае за этого персонажа мне предъявить просто нечего. То есть я буду играть как курица лапой, в общем. Но иначе это не объяснить. Вот. Ну давайте закончим. Я не буду улучшать. Я уж надеюсь, что через 2-3 миссии у нас выйдет главный наш персонаж. Это Данте, да, появится наконец-то. А пока давайте начнем. Миссия 0.9 Генезис. Что ж, друзья, поехали. Завариваем, заливаем кофе и смотрим данную миссию. Погнали. Какого дьявола? Нашел? Ну, сам не знаю, что я нашел, но там демоны вроде как танцуют. Что ж, значит, двигаемся дальше. Дьявольский меч Спарта уже близко. Исходит от корня Клипота. Что ж, вот опять мы возвращаемся к данному персонажу. Посмотрим, что у нас здесь, есть ли какой-нибудь секретик. Так. Так, ну я не вижу секрета, поэтому отправляемся в путь. Так, ага. Ну, все понятно. В общем, напомнил себе я управление данными персонажами. Погнали рубить демонов, погнали. Все. А, забыл. Забыл, что теперь... Давай, 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 давай. Так, не лизили. Ну вот, вот, вот это я больше всего не люблю. Это вот этот размах косы, размах косы. И он очень часто на нее попадает. Хотя сам прекрасно знаю, что нужно держаться как можно дальше от этих врагов. Потому что они очень хорошо вблизи наносят урон. И вот опять этих два друга нас встретились. Бегемот. Теперь, пойдем на работу. А-а-а! 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 Вот, блин, вот пока я пытаюсь уничтожить врага, которого можно убить. Меня наносит удар совершенно другой враг. А-а-а-а! Я понял, друзья, я его оседлал, но пока я еще не умею играть на оседл... Ну, на враге, которого мы оседлали. Поэтому я был не готов к такому повороту. Так, что ж, у нас жизни полная, но я думаю, мы возьмем, потому что когда мы теперь сюда вернемся? Может, мы не вернемся? Здесь секрета нету. Ну, где-нибудь, может быть, здесь что-то и спрятанное, но это не на видном месте. Вот, посмотрите, у нас здесь дверь какая-то. Но ее открыть нельзя, поэтому давайте отправляемся дальше. Вот эту вот я не буду брать, пожалуй. А-а-а, вот здесь. Вот эту жизнь я не буду брать. Так. Не буду брать, потому что... Возможно, мы еще туда вернемся, потому что... Здесь будет какой-нибудь бой и будет возможность вернуться обратно. Что ж, а я что-то... Что-то я совсем не вижу. Давай-давай-давай-давай, чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. И убили. Убили. Так, еще кто-то есть. Ага, если задержать кнопку урона птицы, то у нас получится урон какой-то. Ну-ка, если я взберну это. Нет, это ничего не дает. Ну-ка, еще раз птица. Ага, да, вот-вот-вот, она бьет молниями. Если мы держим крестик, то и отпускаем, то вот будет такой вот урон молнией. Так. Отлично, отлично. Ну, пока у нас... А ведь нам осталось всего лишь один осколок синий для того, чтобы... Нам дали еще одну полоску жизни. Я вот только думаю, это мы сейчас идем на секретное какое-то местечко. Или мы сейчас идем конкретно в прохождение. То есть мы идем к назначенной цели. Давай. Вот опять вот. Дистанционно очень тоже хорошо бьют. Это я глупил. Я не нажал ни на ту кнопку. Вот. Нам бы сейчас одну птичку бы убить. А, вот. Так, 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 стойте, 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 стойте. Нет, я хотела. Вот. Вот это я хотела. Получится? Нет, не получилось. Теперь получилось. Не С, а С. С, друзья. Запутался. Так. Ну что ж. Вот мне вот интересно. Мы здесь просто собрать красные сферки? Или мы здесь, чтобы найти какой-нибудь секретик? Пока я вижу только лишь красные и зеленые сферы. Ну, наверное, наверное, вот сейчас вот мы возвращаемся в итоге, где мы должны были идти. Возможно, здесь просто два пути прохождения, да? Вот можно в обход такой вот путь найти. Так, вот там можно прыгнуть? Нет, тут, наверное, нельзя. Либо я просто не знаю, как это. Ну, тройного прыжка еще в игре Devil May Cry вообще любой серии я не видел. А вот туда, наверное, можно, да, прыгнуть. Можно было бы, если бы я хоть немного был бы пряморучен, да? Но не получилось. Зато мы здесь. Здесь все собираем. У нас уже есть. Так, а отсюда нельзя? Ну, отсюда, наверное, тоже нельзя. Ну, ладно. Ладно, черт с ним. С этой красной сферой. Пойдемте дальше. Вот, наверное, вот я должен был идти вот здесь вот. Стойте. Будем исключительно держаться в дистанционных. Хотя здесь, посмотрите, здесь этот Певчий или Ловчий. Уже не помню, как его зовут. Давай, давай, давай. Вот можно было бы туда сразу телепортироваться. Друзья, что-то не получается. Телепортироваться, давай. Все. Давай. Ну, что-то. а Давай, давай, чуть-чуть, ну. Блин. Осталось совсем же чуть-чуть, ну. Ну вот, совсем все, сбили, сбили мои эски. Две штуки. Оставалось совершенно чуть-чуть. Может быть, даже три могло быть. Три, ну. Это все вот этот слайд. Давай, пантерка, давай, давай, родненько. Ну, набей ему. И он не... Ну, вы поняли. Не будем материться. Очки стиля 4700. Не знаю, нормально ли это или нет. Будем считать, что это нормально. Для меня, если там 3400 было, это уже предел моих мечтаний, да? Набивал. Вот, значит, какой-то секретик. Так. Ну, это, значит, получается, нам надо где-то вот уничтожить вот эту красную шишку. И тогда у нас, может быть, откроется это. Вопрос только, где это будет шишка. Вот. И каким персонажем именно будем ее уничтожать? Потому что, друзья, в Devil May Cry 4, например, как было, мы сначала проходили за Мнера, а потом все миссии те же самые, тех же боссов дубасили, только в обратном направлении за Данте. Поэтому я не исключаю, что здесь то же самое. Тем более, вот я уже упал. Заданте, то есть будем, что пойдем обратно. Ну, может быть, будет такая возможность. Либо там, когда будем перепроходить как-то по-другому, может, другого персонажа можно. Может, другое будет. Что-то ты прийтих и думаешь о своем дрожащем мальчишке. Да, скрывать это бесполезно, но воспоминания приносят только боль. Вот, не понимая пока этого Вия, с одной стороны, он ищет демонический меч, и, мне кажется, он хочет сам этим мечом владеть, быть его владыкой. Вот. Но при этом, видите, какая вот ситуация, что он думает о мальчишке. Неужто он своим птицам или своим вот этим вот питомцам врал бы, скорее всего, возможно. И не такой этот персонаж закрытый, прямо как. Может быть, он и не враг, и реально добряк. Хотя, друзья, у меня пока впечатление, что он идет в свою игру, и он в итоге какую-то вот фишечку провернет в конце игры. Но пока я не знаю. Вот. Ну и вот я вот поиграл уже с комиссией, и я не могу сказать, что мне этот персонаж нравится. У него своя механика, боевая система, то есть своя. Вот. Но так, чтобы он притягивает, ну, меня лично нет. Может, кому он и понравится. Так. А что это? А, вот, вот, вот. Хочи взял. Давайте вызовем нашу громиву, он сейчас наведет здесь в порядке. У нас получилось, наконец-то. Это первый раз, когда у меня что-то получилось. смокинь сэкси стайл. Вот так это называется. 3С. В общем, 4800 стиль. Ну, хвастаться нечем, потому что, наверное, этим персонажем, и многие из вас, кто начал играть, набивают серию чуть легче. Хотя, наверное, те, кто с серией этой очень хорошо знаком, не понутру мне это место, но думаю, это правильный путь. Те, кто с данной серией знаком, наверное, уже научились набивать серии за Неро, за Данте, поэтому, может быть, им легче играть из-за тех персонажей. Ну, я такой фанат, вы знаете, играл, но не сутками, не сутками. Мне понравилось, уже прошел и забыл, да? Вот, здесь же есть люди, которые играют очень много в эту серию, потому что это отличный слэшер, друзья. Что ж, вот мы куда-то спустились, единственное, что пока я здесь нахожу, это вот красные сферы. Вот, посмотрите, посмотрите-ка, а я даже не заметил. Еще есть? Неплохо пока идет, хотелось бы, может быть, чуть получше, может быть, секрет какой? Да нет, нету, секрета нету, ну что ж, раз нет, на нет и сюда нет. Ой, 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 я не хочу, погодите, погодите, свалился, чуть не свалился, друзья, надеюсь, есть такая возможность собрать что-то. А, вот, смотрите, еще есть, раз есть еще, это значит, нам надо сюда идти. Вот, вот, секретик небольшой, из четырех осколков можно собрать сферу, друзья, а у нас как раз четыре. Что ж, плюс один к выносливости, ну, выносливость это у нас имеется ввиду жизнь, да? это не то место. Ну, не похоже, что это то, потому что там было слишком много вот таких вот отростков, вот, корней клепота, поэтому я думаю, это просто другое место. Вот, но мы его нашли в итоге. Точнее, мы не прошли мимо. Думаю, Данте погиб. Вероятно, всего, ему есть не за чем держать Данте живым. Ну что ж, а Данте, как мы помним, по трейлеру, он ездит где-то на мотоцикле и очень атмосфера данной миссии напоминает то, что я увидел в трейлере именно с Данте, что он появлялся именно на таком фоне, на таком сером фоне, на разрушенных домах, где-то там, да? Поэтому я не исключаю появление нашего друга именно... ... ... ... ... ... ... под удар, друзья, прямо под удар я появился. Один. И еще три штучки С. А, у нас здесь же, друзья, смотрите, да, у нас появились враги, еще вот этот вот бегемот, очень похож. Враги пока приятные, приятные очень. То есть пока извращений, несмотря на вот такие вот, таких мутантов, я не принимаю для извращения, вполне нормальные враги для видеоигры. Вот. Ну, они очень интересно выглядят. Дизайн у них приятный, в общем. Поэтому к врагам претензий нет. Пока все очень культурно в этой игре Devil May Cry. Пантера. Пантера. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Ой, вот это вот, вот это вот было, это лишнее. Ну, уважаемый Капком, это было лишнее. Я только похвалил игру за врагов. Ну, а кого-то, судевателей, некого. Поэтому, давай, кончайся за ним. Врагом мы пойдем дальше. Бегемот дестроит. 4 700. Так. Что ж. Ну, пойдем. Сюда, наверное, сюда. А, у нас даже, смотрите, если мы и так поедем, если бы у нас был дерзкий местный парт, то, быть может, наверное, и смогут убедить его. Быть может, и смогут. Пошли, пошли, пришли, ты как, что-то там, не успел, вроде, просчитать. Ну, я думаю, может, сами успеете. Так, что ж. Вот, еще одна воскрешалочка. Отколько у нас уже их? У нас их 18. Сейчас будет, наверное, 19. Все, у них предел, 18-то конечная цифра. Так, друзья, глотокик кофе. Уже давно остывшего. Так, и... Нет, 19. Пока 18-то был не предел, просто вот, у меня их было 18, да? Так, опять, опять наши дамы с косами? или что-то новое? Да вы посмотрите, как-то он... как-то я... это... получилось, меня убить. что же случилось, что же случилось, друзья, что я вот тут, считай, сразу убил. Так, еще. так, ну-ну-ну-ну-ну, хоть ты дай, хоть дай, пожалуйста, вот так. О, наконец-то, наконец-то, ты нагнул что-то. он вылезал, вылезал из-под земли, друзья, и вдарил, но... Ну, и все. Так, соберем... Так, ну, наверное, когда мы так едем, мы можем даже... Отлично, конечно, это все, но если мы здесь пропустили, то будет очень печально. Поэтому, наверное, все-таки я хоть и еду, но надо оглядываться по сторонам. Вот, например, здесь. Сейчас посмотрим. Вот как будто как здесь что-то и есть. Ну, как и нету, да. Намек присутствует. На какой-то, это, осколок. Осколка нет. Так, ну что ж, набрали мы жизни и чуть-чуть сферок. Так, интересно, куда это? Ну-ка. Так, это никуда. Это, друзья, никуда пусть был. Поэтому, что ж, нам, наверное, вот сюда вот телефон. Мы не будем звонить. Мне не интересно, что она там для эффектного появления. Но я думаю, может, не стоит. А давайте позвоним. Давайте позвоним. Русский язык. Ну, кто знает, тот поправит. Ладно, барышня, ждем вас. Куда ты дальше, цыпа моя? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Данте чем-то не угодил Виа. И если бы, если бы, если бы, но в итоге вот эти если бы мы только и узнаем. Больше ничего. Что ж, следующая серия обещает быть интересной. Смотрим. Сейчас, наверное, будет может какая-нибудь заставочка. Вставай. Ты должен спрятаться, Данте. Что бы ни случилось, не выходи. Мне нужно найти Вергилия. Срочно вернусь. Я скоро вернусь, обещаю. Я знаю, тебе тяжело. Просто прошу, послушай. Будь большим мальчиком. Мужчиной, ладно? Если я не вернусь, беги. Сам, без меня. Возьми себе другое имя. Забудь о прошлом. Начни новую жизнь. Стань кем-то другим. Новым человеком. Вергилий. Где ты, Вергилий? А, я уже думал, ты меня аж выпустишь. Я знаю, что ты упрямый малый. Решил, что только так получится тебя разбудить. Какое сегодня число? 15 июня. Месяц прошел, да? Неудивительно, что руки затекли. Так, спящая красавица, шевели батонами. Пора топать, а то этот прыщ Нера уже несется к Уризину. И если он туда доберется, раздает-ка. Эй, это моя работа. Не вмешивай у нее Нера. Если бы ты убил Уризина, мне бы и в голову не пришло использовать мальчишку. Но Уризин оказался куда сильнее, чем мы ожидали. Ну и вонь. Да уж, пахнет горящим мусором. Все куда хуже, чем я ожидал. Нет ничего зазорного? Бег с Ви. Это будет чужих чужих, а вот для тебя. И вправду. Дальше дело за вами. Чего-чего? Ты что? Ну ты даешь, Ви. Столько сюда топали. 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 Предосторонних никогда не бывает лишних. Кто это был? Поверить не могу, что он так ушел. Никто забудь. Пошли. Пора разнести эту помощь. Кто первый убить демона, тому и что там. Вот это по-нашему. Скорее Данкут. Значит, смогу своими глазами убедиться, что это и правда ты. Ну что ж, и правда, следующая миссия это Данте. Но я буду играть... Акс цвет. Нет, я буду играть за классического Данте. Разные стволы, да? Ну, друзья. На этом я заканчиваю прохождение данной серии. То есть, продолжим играть за Данте в следующей миссии. Миссия десятая будет называться «Пробудившийся». Что ж, ну, начнем мы, соответственно, с десятой миссии. Это будет предыстория какая-то, да? То есть, то, что было месяц назад, когда Данте пал. Посмотрим, что будет в следующей миссии. А на этом всем спасибо, кто смотрел. Обязательно подписывайтесь, если понравилось. Комментируйте мое прохождение. Комментируйте игру в целом. А на этом всем пока. Хорошего настроения. И до скорой встречи, друзья.